Автозимник Наринмар-Усинк закрыт для всех видов транспорта. Движение ограничено в связи с теплой погодой. В Тундре установилась плюсовая температура. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Нинницкому округу. Кроме того, уже с 3 апреля закрыты все ледовые переправы в республике Коми через реку Печора и протоки Великоватника и Джита-Шкурья в районе Усть-Усы на автозимнике Усинск-Печора. Таким образом, связь регионального автозимника с сетью федеральных автодорог в республике Коми попросту отсутствует. Однако это не останавливает автомобилистов, которые пытаются проехать по уже непригодным зимним переправам. По словам Андрея Брылева, заместителя начальника Главного управления МЧС России по Нинницкому округу, за последнюю неделю больше десятка машин пытались проехать по уже непригодным для передвижения переправам. Помощь им оказались спасательные формирования республики Коми. Поступают тревожные звонки, оказывают помощь соответствующим гражданам и транспортным средствам, что не может вызывать определенных опасений. Поэтому убедительная просьба граждан именно придерживаться вот этих всех запретов и ни в коем случае не передвигаться по закрытым ледовым переправам. И если зимняя автодорога закрыта, ни в коем случае туда не ехать. Напомню, сейчас автозимник Наринмару Синг закрыт для передвижения всех видов транспорта. В случае, если температура воздуха опустится ниже нуля, подрядчик откроет трассу для передвижения в ночное время. Сейчас подрядная организация компания «Транзит» занимается обслуживанием трассы, чтобы как можно дольше продлить срок ее эксплуатации. Решение о дате закрытия зимних трасс будет принято администрацией НАУ в зависимости от погодных условий. Не вступит в силу с момента официального публикования постановления. Напомню, в прошлом году движение по зимним дорогам было запрещено с 30 апреля.